доброе утро вот так 15 минут от железнодорожного вокзала и мы в центре эксон прованса задача максимум на конкретный утренний момент найти как можно больше кофе потому что ранний подъем я вижу поль все кофе найден пошли за кофе ну что кофе выпьет я наконец готов говорить более связными фразами да в принципе говорить друзья добро пожаловать в новый влог из экс ант прованса из экс ант прованса я был здесь летом мы приезжали сюда с друзьями для того чтобы посмотреть на цветущую лаванду и это была наша отправная точка для того чтобы посмотреть лавандовые поля которые находятся в округе однако не лавандовые поля меня впечатлили то есть как они меня конечно впечатлили но была одна вещь которая даже немножечко переплюнула пересилила перри впечатлила лавандовые поля это была выставка хакина сароли в отель декому в частном особняке 18 века в центре эксон прованса именно на эту выставку я вернулся вновь уже в рамках моего салона я придумал абсолютно все что я мог для того чтобы сюда вернуться в воскресенье а сегодня у нас с вами среда я проводил салон в париже рассказывал о творчестве этого испанского художника но сегодня среду мы будем смотреть выставку этого невероятного живописца света цвета и воздуха плюс ко всему после обеда у меня будет немножечко времени на прогулку по историческому центру эксон прованса обещаю вам показать красивые места этого города который запал мне душу как никакой другой южный город франции сейчас прогуливаюсь перед походом в музей и понимаю насколько же комфортнее приезжать сюда именно в сентябре или в октябре ну в крайнем случае в начале ноября потому что погода просто прекрасная в майке и в кофте и просто на улице идеально находиться в тот момент когда мы были конечно здесь летом было очень жарко сейчас город залиты солнцем когда в париже вся неделя просто дожди и серость такая типичная парижская серость и посмотрите здесь на улицу на залитую солнцем и честно говоря я даже ищу рис будучи в очках на входе поскольку это особняк частный особняк восемнадцатого века вас встречает богатого украшенные это апартаменты но наша с вами цель это выставка хакина сороли которая находится прямо за этими дверьми балансируя между реализмом и импрессионизмом приемами художников золотого века испанской живописи его современников например мане с арджент и других работая на открытом воздухе вдохновляясь японской гравюрой хакин сороли обретает неповторимое прикосновение кисти наполненная спонтанностью легкостью и лучащимся светом так сюжетами творчества сороли становятся струящиеся на ветру платья на залитых солнцем пляжах а которые бьются соленые волны моря или океана в них резвятся дети а вдалеке виднеются белые паруса рыбаков и моя любимая рубрика кафе в музее ребята пока я жду мой кофе к моему десерту и славненько кофе пришел быстрее чем планировалось но тем не менее все таки хочу вам рассказать о том как жестко как тяжело прошел мой салон посвященный хакину сороли нужно понимать что я вхожу в музей начинаю снимать вести прямой эфир все рассказываете все как бы здорово и ко мне подходит охранника говорит о том что нельзя у меня нет авторизации на то чтобы снимать внутри и объясняю ему что мой проект связан с целью того чтобы сделать промоушен собственно французских музеев которые находятся не в париже которые находятся где-то в провинции в экс-эн-провансе и так далее на что он мне говорит окей хорошо вы можете снимать я провожу первую часть визита и потом встречаю второго охранника который мне говорит нет снимать нельзя я заканчиваю съемку поднимаюсь на этаж начинаю фотографировать каждую из картин которая у меня была передо мной дабы потом сделать уже расширенные комментарии по каждой картине чувствую себя отвратительно просто на слезах готов придать в итоге не отчаиваясь и я советую вам никогда не отчаиваться иду к главному охраннику начальнику охраны до скажем так и говорю о том что я хочу связаться с тем кто отвечает за съемку в музее он вызывает мне коммерческого директора коммерческому директору музея я объясняю что я снимаю в таких-то и таких-то целях обещаю ей присылать мою ссылочку на youtube и вы сейчас видите это видео я надеюсь коммерческий директор звонит директору музея в итоге после всех этих уточнений мы выясняем что снимать мне все-таки можно вы бы знали с какой гордостью я зашел в итоге зал и музея с тем охранником которым не запретил снимать и просто демонстративно для вас снимал все то что вы увидели сейчас до этого видео в общем ребят не всегда моя работа проста и легка плюс ко всему сейчас на фоне молодой человек просто решил все бокалы мира составить здесь я в конце сентября в майке сижу в садике особняка 18 века только что поел вкусненько выпил бокал вина сейчас меня ждет прекрасный десерт вместе с чашкой кофе компания у меня абсолютно потрясающая две взрослые дамы которые на меня смотрят собственно говоря постоянно и не прекращают на меня смотреть потому что я не знаю что мне с ними предстоит сделать я надеюсь вам очень понравилась выставка хаки на сороле также как мне я был здесь летом именно поэтому я решил вернуться сюда потому что это просто невероятнейшая выставка мне остались самые лучшие впечатления от этого художника именно поэтому я проделал большую работу чтобы сделать салон посвященный ему ну и теперь выпив немножечко кофе вместе со мной пойдем прогуляемся по эксан прованса потому что у меня осталось немного времени дамы сидящие за соседним столиком так и не смогли удержаться от того чтобы не спросить меня чем я занимаюсь зачем я все это снимаю и в течение 10 минут времени того когда мой кофе остывал и благополучно дамы пытали меня и рассказывали о том как посещали москву в 80-х годах и восхищались ей обожаю французов за эту открытость за то что люди спокойно могут задать вопрос не стесняясь но при этом абсолютно корректно уточняю готов ли я на него ответить или нет всеми любимая рубрика сколько стоил мой обед кстати говоря не знаю любимая на вами или нет напишите в комментариях полезно ли вам узнавать такую информацию о сценах в ресторанах и так у меня была форме дежуне и что значит обеденное меню 2150 это был киш салат и сладость которая была в конце 570 отдельно стою бокал вина и 290 стоил кафе ушел ловить искусствоведческий дзен в этом прекрасном садике который находится во дворе музея после обеда самое то расслабиться выдохнуть теперь немножечко прогуляемся по этому старинному зажиточному красивому богатому южному городу сан прованса сегодня абсолютно прекрасная погода я не устаю просто нею наслаждаться потому что солнечно но при этом как вы видите после обеда я все равно остаюсь майки и в кофте и мне абсолютно не жарко это просто красота ребята хочу вернуться сюда еще не успев уехать кстати говоря несмотря на то что мы приехали на выставку хаки на сароль и и показываю я вам только ее но просто я не могу уехать из экс-сан-провансе не упомянуть что это город поле сезона на минутку именно в экс-сан-провансе полисезон родился именно в экс-сан-провансе полисезон рос и в общем-то жил он между парижем и экс-сан-провансом творил здесь писал гору святой виктории монтон сэн виктор которую ты видишь приезжая сюда и конечно же мест связанных с полем сезоном здесь очень очень много бар для сезона наверняка в котором сам пульсезон любил выпить бокальчик вина в кинотеатр сезон в котором наверняка пульсезон любил посмотреть фильмы шучу конечно когда он жил здесь кинотеатра все не было как и кино в принципе в этом доме где сейчас находится банк был шляпный магазин на первом этаже отца полисезона именно здесь была их первая квартира в экс-сан-провансе до того когда они построили свой частный особняк за пределами города ну и собственно сам виновник торжества пульсезон в бронзе немножко засвечены и южным солнцем конечно же гора святой виктории которую сезон писал очень часто на своих полотнах кстати говоря когда мы были здесь летом и посещали студию ателье поле сезона это на самом деле очень здоровское место когда ты заходишь и видишь яблоки которые он использовал на натюрмортах или кувшины которые он писал на определенных картинах или того же самую ту же самую статуэтку купидона которая есть на одном из его натюрмортов это на самом деле ощущение присутствия больше чем 3 3d понимаете в коллекциях музеев экс-сан-прованса очень много произведений поля сезона и что примечательно раннего поля сезона что они во всех музеях такие увидишь я считаю что приехать вот так один день ну пусть даже на два если вы останетесь ночевкой в экс-сан-прованс из парижа просто сделать небольшой эскападе небольшую вылазку насладиться этим городом прогуляться по этим витиеватым улочкам выпить где-нибудь здесь кофе с вот этим солнцем южным мне кажется это просто прекраснейшая идея берите на заметку на этих старых улочках экс-сан-прованса я буду прощаться с вами потому что сейчас уже бегу на автобус который довезет меня до железнодорожной станции буквально за 15 минут и потом мне предстоит три часа обратной дороги в париж когда я планирую поработать немножечко проспать и ответить на все ваши сообщения в общем ребята до встречи в новом влоге я очень рад был вам показать этот прекрасный южный город надеюсь вам понравилось и на вот этом заливающим меня солнце я с вами прощаюсь подписывайтесь на мой канал ставьте лайки рассказывайте своим друзьям и встречаемся с вами еще чаще в моем инстаграме я вполне себе заслужил бокал вина в этот обеденный перерыв и вообще друзья в том что они имеют обыкновение падать и она только что упала просто вставая со стула конечно я и всех не кинулись все в итоге было нормально просто немножечко подскользнулась уж не знаю сколько прованского вина не выпили это ли не красота конечно же красота и Субтитры сделал DimaTorzok